Так, сегодня проходит заседание Центральной избирательной комиссии на повестке проведения прямых выборов сельских акимов. Мой коллега Диас Яркынов расскажет, в чем же принципиальное отличие и что необходимо кандидатам, чтобы баллотироваться на должность главы местных исполнительных органов. Он с нами на прямой связи. Диас, привет. Означает ли это, что в скором времени мы сможем выбирать и акимов городов или может даже областей? Мариям, точных дат, конечно, не говорят, но зерно посеяно. Нужно будет посмотреть, какие плоды оно даст. Главный тезис заседания, что прямые выборы сельских акимов должны стать воплощением децентрализации и принципа независимости. Об этом сообщил заместитель Центральной избирательной комиссии Константин Петров. Кстати, глава ЦИК Берег Имашев ушел на карантин после контакта с зараженным коронавирусом. Всего в стране на сегодняшний день насчитывается 2346 акимов. После введения новых норм они все будут избраны прямым голосованием по истечению срока действующих полномочий, которые были им ранее представлены. До конца текущего года планируется избрание порядка 775 акимов указанной категории. Таким образом, последовательно реализуется принцип расширения участия граждан в управлении государством через прямые выборы. Заместитель главы ЦИК добавил, что необходимо обеспечить проведение выборной кампании в соответствии с законодательством. Кандидатов в Акимы могут выдвигать члены политических партий, но не более одного кандидата на одном избирательном округе. Также могут баллотироваться и самовыдвиженцы. Им нужно собрать не менее 1% подписей от общего числа избиратель соответствующего округа. На заседании также сообщили, какие документы необходимы к кандидатам, которые хотят баллотироваться в Акимы. При выдвижении кандидат в сельское Акимы заполняет заявление о согласии и намерении баллотироваться к кандидатам в Акимы города районного значения села поселка сельского округа и биографические данные установленного образца. К заявлению прилагаются копия документа удостоверяющего личность, а также документы, необходимые для проверки соответствия требований в законодательстве о государственной службе и проведение специальной проверки граждан, поступающих на государственную службу Республики Казахстан, согласно установленного перечня. В 15.00 заседание Центральной избирательной комиссии продолжится. Будем следить за новостями. Мариям. Спасибо, Диас. Ждем информации к вечеру, к вечернему эфиру.